Я прочту Прогменты повести Александра Серафимова Наказ День клонился к вечеру Когда я с чувством исполненного долга Подогреваемого пулесистой пачкой егра Вернулся домой И обнаружил в почтовом ящике Письмо от Архивовой Анны Ивановны Содержание письма Повергало меня в шок От удивления моя челюсть От весла до колен И я буквально упал в кресло Удивляться Было чему Оказывается, у меня По отцовской линии есть бабушка Который я с детства считал погибшим В сталинских лагерях Письмо, написанное четким Почти каллиграфическим почерком По своему содержанию Не могло быть подделкой В нем сообщалось, что много лет назад Моя бабушка Была вынуждена прервать Всякие отношения со своим сыном То есть с моим отцом Но теперь настало время Прощения и примирения А поскольку она больна То просит меня Своего внука Приехать к ней В деревню Демьяновку Что в восьми километрах От города Деграда В первые мгновения Я хотел позвонить Отстой и все выяснить Но празмыслив Решил сначала Увидеться С ожившей бабушкой А уже потом Говорить со своими родителями Бабушка Эта фраза Была вынуждена Прервать всякие отношения Со своим сыном Разожгла Мое журналистское любопытство И я решил Во что бы то ни стало Проникнуть В нашу семейную тайну Много лет Тщательно Скрывали Из меня Через минуту Я уже бил У калитки бабушкиного дома И смотрел на нее Она стояла на крыльце И пристально Вглядывалась в меня Открыв калитку Я медленно пошел к ней Но она вдруг Отвернулась И ушла в дом Так От одиночества Бабуле совсем Отличала Внука вызвала Да признавать не хочет Натянутую смехаясь Подумала я И решительно Следом за ней Вошел в дом Бабушка Анна Стояла на коленях В красном уголке Перед образами И молилась Господи Иисусе Спаситель наш Благодатью Твоей Прикосни сердце Внука моего Семена Огради его Страхом Твоим Божественным Удержи его От дурных поступков Наклонности Привычек Направь его На светлый путь Жизни истины добра Укрась жизнь его Всем добрым И спасительным Устрой судьбу его Яко же ты сам Хочешь И спаси душу его Как ты сам знаешь Господи Боже мой Дай внуку моему Сердце правое Чтобы соблюдал он Забоведи Твои Откровения Твои И вставы Твои И исполнял Все это Аминь Слушая ее И глядя Как она целую икону Поднимается с колен Я на мгновение Потерял дань речи Все что угодно Но молитвы о себе Не ожидал Здравствуй, внучек Добро пожаловать В отчий дом Ты уж прости старый Чтобы беспокоила Я знаю, человек Ты занятой Весь в делах Да заботах Но и мое дело Не отложено Вздохнула она И обняв меня Прошептала Дело очень важное Бабушка Да что вы такое говорите Если вы зовете Значит так надо Значит это важно В том ей так же шепотом Ответил я Зажилась я Родненький ты мой Пора и на покой А дело, которое мне было поручено Не сделано Не в моих Это было Это было в силах В роду тебе написано Продолжить Дело дедов И прадедов Своих Строго Посмотрев на меня Сказал Как отрезала Бабушка Аня То есть Не понял я При чем здесь Дед и прадеды А при том Что ты являешься Прямым потомком Славного рода Священнослужителей Архивных Пришло время Вспомнить о них О беззаветном Их служении Богу И нашей Православной Матушке Церкви Годы идут И приходит Время Когда надо подумать Не только о душе Но и о том Что мы оставляем После себя Бабушка Но почему я Впервые об этом слышу Что за рядовая тайна О которой до сих пор Все молчат Удивлялся я Об этом ты спросишь У отца своего Отрезала бабушка Одно могу сказать Тридцать лет назад Он сменил фамилию И отрекся От своей семьи За что был проклят Твоим дедом Спиридоном Фомичом Архивным А кроме того Уже на смертном Одре Твой дед Взял с меня Клятву Никогда не встречался С сыном Дождаться Покуда ты станешь Взрослым И тогда передать тебе Наши фамильные ценности И его наказ тебе Продолжить Святое дело Предков наших Но и дела Это же Надо такому случиться Тридцать лет Самые близкие люди Не знали друг друга Мрачно размышлял я Теперь понятно Почему у нас с вами Разные фамилии Но мне бы очень Хотелось узнать Историю Нашей семьи Спасибо Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому